Приступаем к изучению языка гипертекста и разметки текста, сокращенно HTML, который составляет у нас основу любого сайта и который нам нужно изучить, чтобы научиться строить эти самые сайты. Но перед тем, как переходить непосредственно к тегам, конструкциям языка и так далее, давайте рассмотрим шесть важных моментов, которые облегчат нам изучение и понимание этого языка. Первый момент. Нам нужно точно понимать, как работают сайты, хотя бы в упрощенном виде. То есть, каким образом у нас происходит весь процесс от набора строки адреса сайта в браузере до того момента, как мы этот сайт уже видим на экране. Для этого давайте рассмотрим простую схемку, которая у нас выглядит таким образом. Здесь изображена упрощенная модель интернета и наш компьютер, который готов с этим интернетом взаимодействовать. Давайте разберемся сначала с интернетом. По сути, интернет – это всего лишь сеть связанных между собой компьютеров. По-другому их называют сервера. Каждый сервер имеет свой уникальный IP-адрес, который идентифицирует этот сервер в этой общей сети. Потому что эта сеть состоит из миллионов, если не из миллиардов уже компьютеров. И, соответственно, каждый должен иметь свой IP-адрес, по которому мы можем к нему обратиться. При этом интернет составляет два вида серверов. Основной вид, на которых хранятся сайты, и в зависимости от мощности сервера, в зависимости от того, какие сайты на нем хранятся, один сервер может хранить от одного до тысячи и сотен тысяч сайтов. Потому что одно дело, если сайт какой-то мощный, который поищает 20 миллионов человек, то такому сайту одного сервера даже будет мало. Он обычно занимает целый кластер серверов. И другое дело, какая-нибудь домашняя страничка, состоящая всего из одного файла. Таких страничек на сервере может быть несколько сотен тысяч даже. И второй тип серверов – это вспомогательные сервера, которые позволяют всей этой сетью работать и нам взаимодействовать с этой сетью. Один из типов таких вспомогательных серверов – это DNS-сервера, которые хранят соответствие обычных имен сайтов, которые нам привычны. Яндекс.ру, Майл.ру, их IP-адресам. То есть мы набираем в строке обычное имя, а DNS-сервер занимается тем, что узнает, на каком же сервере на самом деле хранится сайт с таким именем. Потому что для интернета эти имена, по сути, ничего не значат. Там все построено на IP-адресах. И давайте для примера посмотрим на вот эту цепочку взаимодействий, чтобы она у нас закрепилась в голове. Вот у нас есть компьютер с запущенным браузером. В моем случае это выглядит примерно таким образом. Я запускаю браузер Mozilla Firefox, и здесь пока ничего не открыто. И, допустим, я набираю адрес сайта – russeller.com. Это мой сайт. Для проверки я наберу именно его. Тем более, что он нам пригодится для дальнейшего еще объяснения. Вот я набрал сайт, и уже через 2 секунды у меня этот сайт передо мной. Все взаимодействие с сервером, все самое интересное осталось за кулисами. Мы видим только результат, уже яркую картинку, где мы можем уже что-то делать, скачивать информацию, прыгать по ссылкам и так далее. Но нам это неинтересно. Нам интересно узнать, а как же это произошло. Откуда наш браузер взял этот сайт всего лишь после того, как мы набрали вот это кодовое слово. А произошло следующее. Изначально наш браузер обратился к этому DNS-серверу. К какому именно DNS-серверу вы будете обращаться? Это зависит от вашего интернет-провайдера. При этом наш браузер обратился к этому DNS-серверу и передал, что он желает получить доступ вот к этому сайту russeller.com. Что сделал DNS-сервер? Он в своей базе данных нашел, где же находится этот сайт с таким именем. И, допустим, он определил, что сайт с таким именем живет вот на этом сервере с таким IP-адресом. 17.185.103.8. DNS-сервер отправляет туда запрос и говорит, что ему нужен сайт russeller.com. Если этот сервер доступен, если с ним все в порядке, то он формирует ответ и отправляет в наш браузер совокупность файлов, которые обычно состоят из HTML-документа, который содержит кучу HTML-кода, картинок, которые необходимы для отображения сайта, и таблица стилей, которая уже управляет внешним видом, то есть как и что должно располагаться на сайте. Вот это вкратце так происходит. При этом, возможно, еще вариант, что сайт отдается не сразу, как в нашем случае, а если это динамический сайт, более сложный, который написан на языке, например, PHP, и все данные у него хранятся в базе, то такой сайт сначала на сервере преобразовывается. То есть сначала происходит выполнение всех этих скриптов, из базы данных достаются данные, и только после этого формируется вот эта совокупность файлов, и потом уже она отправляется нам. Вот это тоже нужно понимать. Но мы с вами не будем в данном курсе, по крайней мере, создавать сайты вот такой сложности, которые используют базу данных, не будем использовать PHP, поэтому в нашем случае это будет просто статический сайт, который отправляет данные в браузер. Вот таким образом, да, у нас произошло взаимодействие, а уже следующее дело за браузером. Он, получив эти файлы, в соответствии со своими алгоритмами, преобразует это все уже в ту картинку, которую задумал автор сайта, и вы эту картинку видите. При этом, если мы посмотрим исходный код данной страницы, вид исходный код, вот мы как раз-таки увидим этот самый HTML-файл, который нам прислали с сервера. Здесь мы видим эти самые картинки всякие, да, которые необходимы для отображения сайта. Ну и CSS-файл, при желании тоже его можно посмотреть. Он уже отвечает за то, где и что должно быть расположено, как должен выглядеть шрифт и так далее, да, то есть как должны выглядеть ссылки, какие отступы должны быть между элементами. И вот таким образом браузер уже все это анализируя, все это сопоставляя, отдает нам итоговую картинку. Вот он этот момент взаимодействия, да, который мы с вами должны были понять. Переходим к схеме дальше, возвращаемся к нашей начальной схеме. Первые два пункта мы с вами разобрали, то есть как работают сайты и HTML – это основа любого сайта. В исходном коде мы это уже убедились. Вот он этот HTML-код, который составляет основу сайта. Следующее правило – 80 на 20. Я думаю, здесь особо не нужно вам объяснять, что почти в любой сфере деятельности оно действует. 20% действий приносит 80% успеха, 20% клиентов приносит 80% прибыли, 20% слов языка используется в 80% случаев общения на этом языке. Точно так же это действует для HTML. Я даже специально это дело проверил. Смотрите, если мы на том же сайте russeller.com зайдем в HTML-шпаргалку, которая здесь у меня есть, то слева мы увидим список тегов, которые есть в этом языке. При этом здесь еще убраны устаревшие теги. Здесь, если их посчитать, то наберется около 80, даже чуть больше тегов. Кажется, что много, да? Но если взять какой-нибудь сайт, да, вот я даже взял для примера тот сайт, который мы с вами будем делать в курсе по созданию сайта с нуля и специально посчитал, сколько же мы там использовали тегов при создании сайта. У меня получилось ровно 16 тегов. То есть если мы берем 80, грубо говоря, тегов, которые вообще есть в HTML, да, и сопоставим их цифрой 16, это как раз-таки получится 20%. Поэтому к чему я это говорил, да? Это я говорил к тому, что мы не будем изучать все теги этого языка. Это абсолютно не нужно, так как многие из них очень редко используются. Они очень специфичные. Часть из них вообще уже устарела с появлением CSS. Потому что изначально, когда CSS еще не было, приходилось все делать за счет HTML. Все отступы, все границы, все позиционирование, расположение элементов, все вот это делалось на HTML. Для этого нужно было много тегов. Нужно было знать, как эти теги работают. Но в один прекрасный день появилась технология CSS, которая многие теги сделала просто ненужными. И как вы убедитесь на практике, достаточно знать только 20% этого языка, при этом знать очень хорошо. И это будет намного лучше, чем знать все 80%, но кое-как. Потому что какие-то редкие теги вы всегда можете посмотреть в шпаргалке. То есть, если они даже вдруг вам понадобятся, вы можете их посмотреть в шпаргалке, как они пишутся, что они делают. Вот эти 20%, которые используются буквально постоянно и в каждом сайте, их лучше знать на зубок, чтобы прямо из памяти вы могли написать любой тег и, как вы еще дальше узнаете, любой атрибут этого тега. Поэтому вот здесь это имейте в виду, что мы не будем изучать все теги, и в этом просто нет смысла. Мы хорошо изучим только 20%, которые будут позволять вам делать любые сайты. Дальше. Версия HTML. Дело в том, что язык HTML не стоит на месте, он постепенно развивается, хоть и очень медленно. И вот сейчас мы попали как раз-таки на такой этап, переходный между версией 4.0.1 и версией 5. С одной стороны, версии 4.0.1 ей уже около 10 лет, но она, в принципе, остается актуальной, ничего в ней особо такого устаревшего нет. Версия G5, она сейчас постепенно вводится, стандартизируется и уже обещает, что через 2-3 года она будет основным стандартом. Я записываю это видео в начале 2011 года. Вот я думаю, к 2013 году мы полностью перейдем на HTML5. Поэтому я поступил следующим образом. Основной курс мы будем изучать версию именно 4.0.1, потому что без нее в любом случае никуда нам не деться. Версия 5 это вообще как бы не новая версия, это просто обновление версии 4.0.1. То есть там просто добавляются новые теги, новые атрибуты, немного новых возможностей. Поэтому без версии 4.0.1 все равно никуда. Это фундамент. Мы его изучим хорошо. А про версию 5 я расскажу в дополнительном бонусном курсе, который также доступен на этом диске. Следующий момент. HTML, структура страницы, CSS, внешний вид. Вот это очень важно тоже понимать. На самом деле HTML он дает лишь фундамент. То есть он, грубо говоря, это, если сравнить со стройкой, это груда строительных материалов. А CSS это уже те рабочие, которые приходят, и эти строительные материалы уже приводят к виду готового дома. Если посмотреть на специальной схеме, то это выглядит примерно так. Вот мы с вами видим две картинки. Это один и тот же сайт, только в одном есть только HTML. Вот здесь только HTML-код без таблицы стилей. А здесь этот же HTML-код, но со включенной таблицей стилей. К чему я это привел? К тому, что когда мы будем изучать HTML, наш сайт будет выглядеть неказисто, простенько. Но вы должны понимать, что это всего лишь мы учимся делать фундамент. Это очень важно. И любой сайт без таблиц стилей, он выглядит так. Ну, примерно вот как мы здесь видим. Если взглянуть внимательно сюда и сюда, то вы увидите все те же самые элементы. Вот у нас, например, менюшка. Здесь она сделана горизонтально. В данном случае это просто список. Дальше вот у нас тут заголовок. Этот же заголовок. Вот он здесь уже как красиво выглядит. Ну и так далее. Если внимательно приглядеться, все вот этот длинный параграф, он здесь превратился вот в такой. То есть на HTML делается вот эта вся основа, а уже с помощью CSS эта основа преобразуется в тот вид, который задумал дизайнер. Поэтому вот это тоже важно знать. И когда мы будем изучать HTML, не обращайте внимания, что все как бы так выглядит простенько. На самом деле это очень важно. И языку HTML вы должны уделить внимание не меньше, чем потом CSS, который уже, конечно, намного интереснее. Но без HTML все равно нет смысла сразу изучать технологию CSS. Так, вернемся к нашей первой схеме. У нас остался последний пункт, который называется необходимый софт. На самом деле, я думаю, вы уже знаете или слышали, что для создания сайтов есть множество программ. И это правда. Но другая правда заключается в том, что все эти программы бесполезны до тех пор, пока вы не знаете сам язык. Когда вы знаете, то там уже да. Там вполне можно и даже нужно пользоваться этими программами, потому что они экономят время. Они делают многие процессы намного проще и удобнее, чем делать их вручную. Но еще раз повторюсь, это только с того момента, когда вы уже знаете HTML и можете написать код вручную. Не делайте ошибку многих, которые сразу пытаются установить кучу программ и сразу уже там что-то пытаются создавать в них. Это грубейшая ошибка. Нужно сначала изучить основы, изучить фундамент, научиться все делать руками, писать с нуля и только потом пользоваться эти самые инструменты как своих помощников, как программы, которые экономят время, забирают на себя всю рутинную работу. Вот в этом случае да. Мы же начнем с того, что будем изучать HTML в редакторе Notepad++. Это бесплатный редактор. Он получше будет, чем встроенный блокнот Windows. Поэтому установите данную программу себе перед тем, как мы начнем изучать сам HTML. Находится эта программа у вас в дополнительных материалах. Если вы уже распаковали дополнительные материалы с диска, то зайдите в папку с этими дополнительными материалами и найдите там папку HTML-курс. Там есть папка Notepad++ и вот установщик этой программы. Установите, запустите, вы увидите вот такую картинку. Этот редактор хорош тем, что в нем есть подсветка кода, он умеет работать с кодировками и здесь есть режим работы одновременно с несколькими файлами. То есть если я создаю новый файл, он у меня просто появляется в новой вкладке. Видно, да? И мы можем переключаться между этими файлами, что гораздо удобнее, чем переключаться между окнами программы. На этом все. Жду вас в следующем уроке. С уже установленным редактором Notepad++ мы приступим к изучению языка HTML и первых тегов.